Диалог главы района Александра Гладышева и главы сельского поселения Жаворонковская Ирины Васильевой по поводу детских площадок на улице Красной в селе Юдина был показан в программе новости на Одинцовском телевидении. В ходе разговора назывался конкретный срок исполнения поручения руководителя региона Андрея Воробьева. Пятница, 26 июля. Ты мне скажи, когда мы выполним обязательства? Получается, если мы все поставим, а вот все элементы, которые должны крепиться для безопасности, там три дня эта детонированная штука должна стоять. Хорошо. Значит, когда у нас будет закончен этот объект? Ну скажите, к пятницу в конце концов. Все, в пятницу? Ты мне позвонишь, договорились? Все уверенно, да. В эту пятницу ты позвонишь. Договорились. Спасибо тебе большое. Всего доброго. Именно в этот день, 26 июля, съемочная группа ОТВ приехала во двор, образованный на улице Красной сразу тремя многоквартирными домами. 20-м, 21-м и 22-м. Приехала и стала разбираться по существу. Еще весной 2013 года площадка здесь была. И жителей вроде бы устраивала. Однако в апреле в руки нескольких местных подростков попало 6 килограммов ртути. И они щедро разбросали ее по подъездам и по всей округе. В связи с этим здесь был введен режим чрезвычайной ситуации. Попал ли этот ядовитый металл на территорию именно детской площадки, доподлинно неизвестно. Но по просьбе жителей, рекомендациям специалистов Мособлпошспаса и Роспотребнадзора, слой грунта на этом месте администрация сельского поселения сняла, а игровые формы временно демонтировала и переместила чуть в сторону, на спортивное поле. В конце мая история получила продолжение. Местная инициативная группа обратилась к руководству поселения с предложением об установке новой детской площадки. После разговора выяснилось, что одна часть жителей хочет восстановить площадку на прежнем месте, а вторая – перенести ее, на всякий случай подальше от места, где, возможно, была разлита ртуть. Здесь необходимо сделать небольшое отступление. И дома на улице Красной, и земельный участок под ними – это федеральная собственность. Владеет ею расположенное рядом государственное бюджетное учреждение, Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии. В соответствии с действующим бюджетным кодексом, содержать собственность должен ее хозяин, в данном случае государство. Сельское поселение Жаворонковское по закону не может из своего бюджета истратить на эту детскую площадку ни рубля. Это будет прямым нарушением закона нашим же государством изданного. Однако поручение губернатора было дано именно местным властям, и местные власти выход из этой, казалось бы, тупиковой ситуации нашли. А точнее нашли спонсоров, с чьей помощью и были проведены работы по устройству детской площадки. Так что в пятницу, 26 июля, в 12 часов дня на улице Красной детская площадка уже стояла. Возможно, кому-то она покажется скромной или установленной не там, где хочется, но детских площадок, которые нравились бы всем без исключения, в природе пока не существует. Кстати, на следующей неделе в Одинцовском районе начнет работать новый интернет-портал, созданный специально для решения подобных ситуаций. При его помощи вопросы обратной связи муниципальных властей с жителями, проблемы согласований и уточнений будут решаться намного проще. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.